Есть в Армении одно место, которое меня настолько поразило, что я за неделю побывал здесь дважды. Если вы были в Армении и не посетили эти края, что ж, придется приехать сюда снова. Татев переводится с армянского как «даст крылья». И легена гласит, что неспроста. Завершив работу, мастер-строитель встал на край ущелья, перекрестился и произнес «огни сурб Татев», что с армянского переводится как «да не спошлё святодух крылья». После чего он бросился в бездну и полетел, потому что у него и вправду выросли крылья. Я не верю в легенды, но в этих местах действительно хочется летать. Но давайте по порядку. До свидания. Всё, спасибо большое. Вот докинули меня на такой машине крутой. Представляете, 50 лет вообще. Но работает отлично. До этого тоже был свежий горный воздух, но здесь как-то он особенно такой чистый. И холодно. Я сейчас, наверное, накину худи, потому что реально прохладно. Эф – это вообще такое особенное место, потому что здесь, кроме как монастыря, есть ещё такая канатная дорога, с помощью которой можно добраться, получается, отсюда прямо до монастыря. Всем лично. Да, можно карты? Да. Сюда, да? Сюда, да? Всё, спасибо большое. Спасибо. Так, отъезжаю через, там, две минуты эта штука. Нужно успеть, потому что я реально здесь поздно, я боюсь, домой не доберусь. Билет, получается, стоит 7 тысяч драм в обе стороны. Здесь прямо на билете написано, то есть вот тут значок книги рекордов Гиннесса, что это самая длинная канатная дорога в мире. Так, погружаемся. Морозес. Да, штрих ходом. Мы рады приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге Крылья Татрева. В 2010 году Крылья Татрева были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. У этой канатной дороги довольно интересная история, поэтому вкратце изложу пару фактов. Дорога была построена в рамках социального проекта возрождения Татрева под предводительством российско-армянского бизнесмена. Конечно же, саму дорогу построила австрийско-швейцарская компания, ну и кто же еще. Это сразу видно, когда приезжаешь на территорию этого комплекса, заходишь в кабинку и слышишь свист, несущийся сквозь ущелье машины. Тут этим ребятам нет равных. Так как это не коммерческий проект, вся прибыль направляется на реконструкцию Татревского монастыря. Так что, когда вы покупаете билет, это такой добровольно-принудительный взнос. В общей сложности в проект было инвестировано 22 миллиона долларов, и за счет этого число посетивших Татрев-туристов возросло в десятки раз, а на дороге прокатилось около миллиона человек. Благодаря этому в окрестных деревнях вовсю процветает туризм, и, как кажется лично мне, в этом плане здесь все еще впереди. Здешние виды и вправду заслуживают большего внимания. Виден чертов мост. Этот естественный биодук расположен на реке Воротан. Его длина составляет 30 метров, ширина 60, а внутри находятся таинственные гроты, и можно окунуться в теплые целебные источники. Вау! Просто вау! Это по-любому были самые красивые виды, которые я пока что видел в Армении. Вообще нереальная красота какая-то. То есть я даже не могу это ни с чем сравнить. Там вот со Швейцарией, например, сравнивают. Мне кажется, там немножко другое. Тут горы другие, тут они более какие-то скалистые, и вообще нереальная красота. В этом месте есть какая-то особенная атмосфера, и мне кажется, это все история этого места, то, что тут происходило, потому что тут раньше даже был университет при этом монастыре. То есть это был очень важный такой духовный и культурный центр во всем этом регионе. Татевский монастырь – это в первую очередь исторический памятник IX века и один из древнейших монастырских комплексов Армении. На протяжении веков Татев являлся одним из важнейших центров науки и просвещения средневековой Армении. Монастырь был также крупным феодальным центром и собирал налоги с 680 окрестных деревень. Вот можно видеть, как это все выглядело до реконструкции. То есть это, получается, там 140 лет назад. И как это выглядит сейчас? То есть, по сути, ну, ничего не поменяли, просто немножко все, ну, отреставрировали. И в этом монастыре, так же, как и во многих других в Армении, не только одна церковь, а их тут несколько. Вот сейчас я поднялся на еще одну. Везде вот такие проходы, везде можно ходить, бродить. Очень много разных помещений. И отсюда открывается такая панорама на большую церковь и на эту просто нереальную природу. Ну, посмотрите, какая красота! Что это вообще такое? И вы вообще слышите, какая тишина? Ну, я понимаю, тишину нельзя слышать, но здесь очень тихо. Несмотря на то, что это один из самых таких посещаемых монастырей в Армении, здесь не очень много людей. Видимо, не все сюда добираются, потому что это на самом юге. И представляете, в 1373 году здесь даже был основан университет. На то время он был единственным универом во всей Восточной Армении. Здесь преподавали все, от философии и богословия до физики и математики. Я никогда не думаю, что скажу это, но реально очень-очень мощное место. То есть вот такая энергетика. Я там просто стоял, даже уже не делал никакие кадры, ничего. То есть просто чисто вот наслаждался этим каким-то спокойствием, не знаю. Еще вышло солнце, которого не было в последние пару часов. Вообще, так как-то сразу прояснилось. Окей, и последний факт, который стоит упомянуть, чтобы в полной мере осознать историческую важность этого места, здесь даже успела просуществовать своя республика. В 1921 году в Татевском монастыре была провозглашена республика Горная Армения под предводительством военно-начальника Гарегина Нжде. В течение пары месяцев он вел оборону провинции от турков и большевиков. В итоге, конечно, советская власть все-таки добралась и досюда, но сам факт того, что здесь существовала республика, лично меня поражает. Друзья, Татевский монастырь – это действительно самое такое мощное, красивое, такое величественное место в Армении, в котором, по крайней мере, я побывал. А это наш национальный домашний алмарк. Спасибо, достаем. Так, купил все-таки бутылочку маленького гранатового вина по рекомендации, потому что мне светло лишь, и здесь оно просто топ. Мне кажется, я вообще никогда не пробовал гранатовое вино. Спасибо, что подбросили. И вам счастливо. Удачи. В общем, подвезли меня ребята прямо до Гориса. Ну, не прямо до центра города, но, короче, вот где-то в таком месте. Меня высадили. Просто зацените. Вот это, походу, Горис. Просто город, как бы в горах, ну и название такое, Горис, ну, короче. Сегодня день какой-то невероятный выдался. До моего кемпинга идти всего 4 километра, так что, думаю, думаю. Постараюсь дойти пешочком, но что-то мне подсказывает, что сейчас кто-то опять остановится и меня подбросит. Я реально не думал, что успею до заката, но вот сейчас еще вроде светло. Я уже почти, как бы, на месте. Сегодня вообще все пошло прям по маслу. Так, чисто небольшой самап. Я сегодня ехал на Камазе, попробовал иранские персики и поймал просвещение в Татеве. И это все за один день. Мозг просто взрывается от количества новых впечатлений, ярких эмоций и всего остального. И вот именно в такие моменты я понимаю, зачем я путешествую. То есть именно ради этого. Спасибо большое. И тут полево. Спасибо. Там кемпинг, да? Да. Да, спасибо. Сказали мне, где кемпинг. Так, ну тут парень меня подкинул, ему вообще было не по пути. Он просто меня завез в Горис. Прям до этого кемпинга, где я сегодня буду ночевать. В который раз поражаюсь армянскому госеприимству. Направо, направо. Да. Спасибо еще раз. Так, в итоге мне первый раз немножко не туда посветовали. Тут отель. А мне нужен кемпинг. Хотя я бы и от отеля сейчас не отказался. Только по полпулакам эти можно понять, что я еще в Армении. Здесь, конечно, все уже слишком отличается от Еревана. Ну, вообще, другая какая-то атмосфера. А, ну, собственно, вот и кемпинг, да. Да. Где это сделать? Здравствуйте. 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 Тут такое местечко. Вау. По сути, просто сад. Вон курочки. Короче, сегодня я буду жить в саду. Здравствуйте. Меня Рома. Прикиньте, то есть я тут единственный гость. Тут такая большая территория прям. Самый высокий градус 83 градус. Целый такой аппарат, да? Офигеть. Здесь легально, да, так? Да. Да? Или так? Нет, легально. Легально можно, да. Прикольно. Вообще. Из чего? В магазине вообще 40 градусов. Да, да. Максимум 50 градусов бывает. А тут очень высокий градус. Очень трудно пить. Из любого фрукта можно приготовить. Из любого фрукта? Да. Вот это груша. Это груша сейчас, да? Да. Началось. Опа. О, совсем маленькая, да? В Армении очень игривые собаки все. Они прям так играются, там кусают. Вот так выглядит это место, где буду спать. Такой матрасик, подушечка, полотенце, спальник. И все это вот в такой палатке под грушей. Знаете, сегодня я не буду просить вас поставить лайк, оставить коммент. Сегодня поговорим про колокольчики. Короче, ну говорит мне еще просто, пожалуйста, поставьте колокольчик. Там же, где и кнопка подписки, там есть колокольчик, и можно выбрать все уведомления. И тогда вы можете быть в курсе, когда у меня выходит новый видос. Потому что иначе подписка, ну, не имеет особого смысла. А так, я надеюсь, вам понравилось мое сегодняшнее приключение. Увидимся в следующем выпуске. Кстати, вот список людей, кто задонатил на развитие этого канала. Спасибо огромное каждому. На случай, если вы хотите присоединиться к этим ребятам и поддержать мои путешествия любой суммой, ссылочки будут в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok